а это первый раз чтобы ты так два месяца ничего не делал да да первый раз реально вот так вот прям отошел и и не хотелось ничего делать знаешь сильно большого желания было сейчас вроде уже под соскучился и захотелось тренироваться я я просто знаешь ну до этого видел таки какие твои тренировки в интернете видел твои там спарринги вживую но не видел никогда работы в группах я наоборот очень удивился что ты прям но у тебя рвение больше сейчас чем у ребят молодых видно что ты типа перепахивших я думал типа нифига себе как у тебя получается я просто не знал про два месяца только сейчас понял что да да просто под соскучился реально но и тут ребята молодые все тоже я думаю им хороший такой пример знаешь а уже так то уже не молодой и показываем что надо пахать что вы должны делать больше там чем я делал больше поэтому тогда будет результат пётр ян является одним из лучших представителей легчайшего дивизиона каждый поединок петра всегда приковывает фанатов к экрану телевизора так как его поединке просто-напросто невозможно пропустить стиль яна построен на постоянном давлении и за счет этого его оппоненты ломались никто не может выдержать прессинг петра всем привет бойцы с вами канал белорус ту мма в этом видео я расскажу о шокирующих боях петра яна в мма но перед началом этого видео не забудьте подписаться на канал и поставить лайк чтобы фанаты этого бойца смогли увидеть это видео сейчас пётр ян находится не в лучшем положении за последние четыре поединка у него рекорд 2-2 и для такого топового бойца как ян это плохо два этих поражения нанес ему алджамейн стерлинг в первом бою он забрал пояс петра победив дисквалификации а во втором спорным решением судей защитил его вы сами все видели стерлинг самый везучий человек на планете как заявляет в интервью пётр ян он устал от команды фанк мастера и бои с его командой он принимать не собирается и поэтому ему предложили альтернативный бой против шона омели пётр на это время как раз забудет про борьбу и сосредоточиться на ударной техники вообще пётр ян является одним из лучших представителей ударки в легчайшем весе и если я ошибаюсь то поправьте меня в комментариях он перебил такого виртуоза ударной техники как кори сын хэгген также он смог нокаутировать таких легенд как джозе альдо и юрая фейбер и хоть сейчас я не владеет поясом абсолютно каждый фанат считает его чемпионом пётр ян это народный чемпион в легчайшем весе скоро а точнее 22 октября он встретится с десятым номером рейтинга шоном омели и попытается забрать хайп американца я уже выпускал прогноз на этот бой если кто не видел то на главной странице канала вы без проблем сможете его найти ну а прямо сейчас мы перейдем к разбору самых запоминающихся боев петра яна матеус матос и начнем мы с последнего поединка петра который он провел вне ufc очередная защита титула предстояла сибиряку также за этим поединком пристально следили боссы главного промоушена мира и облажаться я но здесь никак нельзя первый раунд и петр методично все пять минут расстреливает матоса мидл кики точные двойки все приходилось в цель также и у бразильца были свои моменты но у петра их было на голову выше раунд за я нам в начале второго раунда петр пушечной комбинации из серии ударов роняет своего оппонента добить в этот раз не удалось и доминирование от беспощадного продолжилась до конца раунда сибиряк разбивал своего оппонента под конец отрезка у бразильца уже была видна существенная гематома начало третьего раунда и ничего не изменилось ян продолжал доставлять свои бомбы по лицу матоса и на отметке в середине раунда петр пробивает очередную комбинацию которая роняет бразильца ян добивает и бой окончен блестящая защита титула и си эй время остановки 2 минуты 27 секунд третьего раунда победу нокаутом и остается чемпионом лиги и себе в легчайшем весе Артур Мирзахарян этот поединок прошел в далеком 2015 году тогда петр был еще совсем молод но уже можно было заметить комбинации которые он использует по сей день его соперником в тот вечер стал артур мирзахарян раунд начинается очень быстро бойцы обмениваются лоу киками затем несколько ударов по голове артур без защиты начинает прессинговать я на тот ловят его на контратаке мирзахарян в нокдауне и петр пытается его добить но ничего не вышло и рефери поднимает бойцов в стойку спустя несколько минут представитель армении успешно проводит тейкдаун и занимает выгодное для себя положение казалось петру конец но нет сибиряк смог скинуть оппонента с себя а затем встать на ноги после петр пробивает два сокрушающих удара после которых останавливается бой еще один финиш в копилке петра яна хорон орзумиев третий профессиональный поединок петра яна в мма он голодный и заряжен побеждать и в тот вечер не повезло выйти с ним в клетку хорон орзумиеву так как ян был настроен убить или быть убитым петра ян бой начался и закончился быстро бойцы в центре октагона петр прессингует прошло 15 секунд поединка как хорон пытается сделать тейкдаун но я он мастерски защитился и сделал спрол после он увидел возможность сделать галетину ян максимально крепко взял за шею своего оппонента казалось что прям сейчас вот-вот он постучит но нет он предпочел не сдаться и спустя минуту удержания рефери останавливает бой это было гильотина от петра яна не каждый день такое увидишь мурат букиев вот мы и добрались к дебютному поединку петра яна в мма на этот бой он можно сказать выходил без тренировочного лагеря просто подвернулся шанс и ян никак не мог его упустить его соперником в тот вечер стал мурат но не тот который таксист хотя все может быть бакиев петр ян если что в синих шортах начало раунда и в принципе вся пятиминутка выдалась спокойной бойцы не лезли в размен не обостряли ситуацию и ближе к концу раунда мураду удалось совершить тейкдаун правда ненадолго ян смог сделать свип и сам оказался в доминирующей позиции но петр там долго не пробыл мурат возвращает себе позицию и до конца отрезка контролирует сибиряка второй раунд прошел полностью под диктовку мурада самого же начала бакиев пытается перевести яна тот делает спрол но мурат смог зацепиться за корпус оппонента и теперь он снова контролирует его больше половины раунда бойцы пролежали пока судья не поднял бойцов в стойку из-за нехватки активности ян попытался отыграться за пропущенный тейкдаун но ему это не удалось через некоторое время бакиев снова переводит петра и до конца раунда доминирует над ним в третьем раунде ян собрал всю волю в кулак и пошел за победой использовав подсказку своего углового он пробивает левый джеб а за ним жесткий правый кросс который заставляет мурада упасть боец не смог прийти в себя и бой остановили дебют петра яна в мма выдался как надо и последний поединок который я хотел бы разобрать это дебют петра яна в сильнейшей организации мира с момента своего дебюта он заметно спрогрессировал взяв титул чемпиона acb или на данный момент и сиэй с самого же начала боя ян прижал японца к клетке и до самого финиша не давал ему никакого пространства по очкам лидировал и шихара за ним были точные попадания но ян вышел в клетку чтобы закончить бой досрочно и он это сделал сначала он серии блестящих ударов роняет и шихару после того как ему удается подняться ян пробивает жесткий бэкфист и рута в гроге ян бежит добивать японец снова падает и рефери останавливает этот бой поединок закончен и это идеальный дебют петра яна в ufc